Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и я решила снять вот такое видео в таком стиле о том, что у меня на канале 90 подписчиков! 90! Ребят, уже совсем скоро будет 100! Я просто в шоке! Я говорю вам, вот вам, да-да, вот тебе, тебе, и именно тебе, и всем, кто смотрит это видео, кто подписан на меня, я говорю вам большое душевное спасибо! Кто-то уже, наверное, в какой раз слышит от меня большое спасибо, потому что кто-то на меня подписан очень-очень давно, и вы даже все равно не представляете, что каждая, там, десятка подписчиков, каждая пятерка подписчиков, а иногда и даже каждый один новый подписчик для меня просто... А-а-а! Новый подписчик, ура! Это так приятно! Когда вы пишете комментарии, я тоже сижу, о, как приятно! Просто это такой случай, когда мне сегодня подруга, которая меня знает, но она не может смотреть мой канал и на меня подписаться по некоторым причинам, говорит мне, что она, там, зашла с другого аккаунта, что я решила залезть, посмотреть твои все видео, чтобы посмотреть, как там у тебя дела, и почитать все твои комментарии. И она так радовалась за меня, что вы мне оставляете такие чудные, классные и просто очень-очень приятные комментарии. В общем, 90! Еще немножко! Еще 10 человек! Это и много, и мало! И будет 100! И 100 человек, это уже... Я представляю себе эти 100 человек передо мной! Это просто как-то вау! Необычно! И я решила, вот, просто у меня не так много всего на этой неделе времени было, чтобы снимать для вас видео. И чем вас больше, тем больше я переживаю о том, что у меня, допустим, вся неделя, даже с выходными, выходные заняты, потому что я не могу полностью отдаться Ютубу, потому что это неправильно. Я должна быть в реальной жизни, я должна гулять с друзьями, общаться с ними. Я люблю фотографии, я могу с друзьями в свой выходной устроить фотосессию, я могу поехать погулять куда-то с кем-то и еще чем-то. То есть, я люблю Ютуб, я люблю свой канал, мне нравится этим заниматься, но в тот момент времени, когда меня ничего не торопит, у меня нет никаких ограничений по времени и возможностям. То есть, у меня было такое, что есть видео, где я делаю спокойно, то есть выходной, я проснулась в 7 утра, я села, сделала спокойно, и видео вышло волшебно, и оно вам очень сильно нравится. А те видео, когда я прибегаю домой часов в 9 вечера после тяжелого дня, бегу к компьютеру, включаю и начинаю снимать, видео выходят не такими душевными, как вам это нравится. И я это замечаю уже только тогда, когда видео опубликовано на Ютубе, и просто я потом пересматриваю уже свои видео. Я этого не вижу, когда монтирую, я это не вижу, когда уже финальный вариант видео смотрю. Я это, к сожалению, обнаруживаю только тогда, когда видео уже загружено, и у него уже есть определенное количество просмотров. И я понимаю, что это не то видео, не того формата, не того вида, который бы я хотела. Потому что, вот мне многие говорят, что, ну, я не профессиональный фотограф, но многие мне, мои друзья, говорят, что у меня получается делать очень душевные фотографии. Это потому, что я не заставляю людей как-то позировать, я просто говорю, делаешь все, что хотите. Я умудряюсь делать эти фотографии очень классными, что ты на них смотришь, и тебе в душе приятно. Ну, по их словам, вроде бы. Итак, видео то же самое. Если я сижу и вкладываю душу в видео, на релаксе, скажем так, то я прорабатываю каждый момент, каждую вообще секундочку. Может быть, и где-то, чтобы музыка совпадала, чтобы картинка красивая появилась, чтобы как-то переходик был очень приятно. А так, прибегаешь такой, что, где полдня университет, потом кафешка с друзьями, потому что видимся очень редко. Девять часов, надо видео заснять. Не надо так делать, не надо так делать. Мне вроде бы, вот я сейчас приехала, да, часов восемь вечера, вроде бы не так много, но я устала, мне хочется посидеть, отдохнуть и за целый день нормально поесть. А нормально поесть, ребят, это залог здоровья, между прочим, особенно для худеющих людей, которыми активно занимаюсь спортом. Поэтому я, как бы, вроде бы много извиняться, это вроде тоже некрасиво, потому что я каждый день думаю о том, что вот когда бы лучше написать пост о том, что я физически не успеваю. Вот, ну никак. То есть, вот если у меня, допустим, в какой-то день у меня остается час времени между одними делами и другими, я очень бы хотела снимать видео, но видео будет некачественным. А некачественный контент вам не интересен. Вам нравится, когда видео передает всю мою душу, всю мою глуботу, любви к этим лошадкам, к этим видео, к этой игрушке. И, ну, вы меня, думаю, поняли. Так, 90 подписчиков. 90. Чем вас больше, тем больше я переживаю о том, что я не могу иногда выпускать видео. Вот почему я сейчас снимаю так? Потому что я снимаю на телефон. Я снимаю на телефон, потому что сейчас, пока я зайду в игрушку, пока я включу запись видео, потом, пока я ее буду редактировать, а мне еще собачку гулять. То есть, Даша вымотается по полной программе. А еще мне завтра, между прочим, кстати, почему бы, вот, вы бы подумали вначале, что вот завтра воскресенье, не волнуйся, ты все успеешь сделать. Ребята, я завтра на целый день уезжаю в музей, вне своего города, на машине, с моим отцом и со знакомыми его. Мы на машине. В 9 утра выезжаем и на целый день уезжаем в музей гулять по паркам и все прочее. А вечером едем в гости вот к косу и, значит, там, ну, просто беседуем, разговорим, общаемся. Так что, вот, воскресенье это вроде как выходной, но в этот выходной я сомневаюсь, что у меня будет время даже что-то снять. Потому что я не знаю, я могу вообще вернуться в 10 часов вечера. Я же не могу сказать, вот, допустим, вот мы будем ехать, я говорю, ой, все, у меня время тик-тик, Высадите меня где-нибудь, я доберусь до дома. Нельзя так. Некрасиво, пригласили заранее. И ты согласился, потому что музей тебе интересный и я с людьми давно не виделся, не общался. Да, так что вот тоже такая вот проблемочка есть. Вот, потом, что еще? Я даже в своем клубе прошу своего любимого и вообще просто надежного руководителя, который меня спасает, я прошу его заходить за мой аккаунт в ССО. Элементарно, просто, чтобы выполнить задание в зимней деревне. Взамен я ему разрешаю кататься на всех моих лошадках, потому что я знаю, что этот человек, я его уже давно знаю, что этот человек не подведет, ничего меня не украдет, не продаст и не отдаст никому. То есть, вот, даже я не могу заходить по утрам иногда и за свой аккаунт. Но сейчас надо постараться, потому что один человек, который мне очень дорого попросил, он не попросил, он любит эту игру, но не может в нее играть никак. И этот человек мне очень дорог, и я постараюсь в первую очередь заходить и активировать вот сейчас зимний календарь для него, все, а потом уже, если буду успевать, для себя. Потому что, вот смотрите, обычно я играю утром, по возможности. Вот ставлю себе у меня специальные вот часы, модные часы, может быть, когда-нибудь кто-нибудь меня уговорит снять на них обзор. Я на них поставила будильник на 7 утра, чтобы проснуться, и можно было спокойно поиграть. Но вот сегодня, я забыла, что будильник не включен на выходные, поэтому сегодня я проснулась в 7.30 по будильнику на телефоне. Нужно было срочно бежать, собираться убежать в универ. Это при том, что мне сегодня в универ нужно было не самое утро. А потом я вспомнила, что мама моя ушла уже на работу, а мне собаку надо выводить. Почему выводить? Ну, не так вышел я обратно, а ну, хотя бы вокруг дома пройти. Сегодня я за свой аккаунт еще ни разу не заходила. Может быть, вот сейчас вот зайду вначале за подругу, потом за себя. Но вот сидеть и вот так вот снимать видео я не могу. Может быть, мне придется вот сейчас за вечер снимать как-то видео вот в таком формате, где в моих очках отражается экран. В таком формате, чтобы было бы понятно, доступно и все было видно. Но мне нравится, как у меня выходит снимать видео по обновлениям. Так что я бегаю в игрушки, показываю, вставляю картинки. Вот, ну, вот посмотрим. Может быть, надо сделать одно видео вот в таком вот разговорном стиле, где вы видите меня. Я с вами, конечно, приятного. Кому-то он не нравится, мой внешний вид. Он скажет, фэ, неинтересно. Болтаешь интересно, смотреть неинтересно. Давай я ССУ обратно. Да, ну, разумеется, я буду тогда снимать так, как раньше снимала. Но просто тут у меня хотя бы есть возможность. Вот поставил телефон. Ноутбук даже если будет выключен. Поставил телефон, снял, снял, загрузил, быстренько отредактировал, фоточки вставил, все, что надо. И все. И ты все вроде бы сделал. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, вы меня поняли, что я болтала тут не просто так, а болтала что-то со смыслом. И если вам понравился такой формат разговорный, то пишите комментарии, ставьте лайки, что там, да, нам понравилось, как ты болтаешь, что болтаешь ты со смыслом. И вот следующее видео будет об обновлении, которое было в эту среду. Я тоже сниму вот в таком формате. Поэтому оно, наверное, уже вышло. Поэтому или еще нет. Но я думаю, что еще нет. Так что можете уже сидеть, включать и смотреть видео по обновлению. Ну, или сейчас просто досматривать это. Болтаю уже 11 минут, так что надо заканчивать, иначе будет долго грузиться на YouTube. В общем, всем спасибо еще раз. За то, что вы со мной, что вы есть, что вам, что вы оказались неравнодушны к моему контенту, и что он вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, я их читаю. Я на них иногда, если они с хорошим смыслом, я на них отвечаю. Даже если мне кто-то пишет вопросы в комментарии, которые можно было бы найти просто на YouTube, на форумах, то я тоже отвечу. Но лучше вначале посмотреть на форум. Потому что вся информация, она уже везде есть. Просто нужно немножечко попросить. Так что... Я вас всех люблю. Я вас называю дракошиками. У меня для этого свои причины. Но мне нравится вас так называть. Надеюсь, вы тоже не против, что я называю вас дракошиками. Так что я вас люблю. Всем пока. Встретимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова